всем привет друзья как ваши дела сегодня снова снова я с вами друзья сегодня первый день воскресенье утром когда я имею возможность немножко с вами поговорить и как раз вот озвучить те свои видео которые я сняла в портсмассе это я вам показывать буду город портсмасс смотрите кому интересно на экран как это все выглядит я снимала наиболее интересные какие-то места для вас если буду отвлекаться от своей основной озвучки то буду рассказывать вам что здесь у нас на экране а вообще я хочу друзья рассказать вам что происходит у меня на данный момент с покупкой квартиры ну во первых хочу пояснить многим тем кто не очень понимает и спрашивает у меня очень много вопросов если вы продали свою квартиру то где вы сейчас живете и вообще как так можно продавать типа того что оставаться на улице ну я здесь хочу сразу друзья пояснить и рассказать вам всю эту историю покупки продажи квартиры как это все происходит в англии здесь никто никуда не торопится очень медленно теперь пойдет процесс оформления документов через силиситер это адвокат английский вы находите себе адвоката и адвокат занимается этой покупкой продажей вашей недвижимости в среднем занимает это дело где-то от двух до четырех месяцев очень очень долго друзья страна другая как вы понимаете и все здесь идет по-другому ну вот остановилась я хочу все-таки вам показать и рассказать что у нас на экране это впереди здание мэрии модерновая темная такое видите стекла и перед ним памятник королевы виктории написано 1837 1901 год королева виктория как вы знаете дожила до 81 года и умерла в 901 году 25 января на острове уайт в своем семейном дворце осборн хаус о послушайте как классно это у нас времени 20 минут 3 но я думала будут звонить нет не звонят там вот еще какой-то памятник ох это оказывается памятник чарльзу диккенсу самому известному писателю великобритании времен королевы виктории опять же и здесь очень красивый памятник чарльз диккенс 7 февраля 1812 года он родился именно в городе портсмасс сейчас покажу вам здесь даже есть музей дом в котором родился чарльз диккенс превращен в настоящее время в музей он находится в портсмассе ну вот друзья чем мне нравится ходить и узнавать новые места тем что вот я не знала например что чарльз диккенс урожденный в городе портсмасс а теперь я знаю и вам рассказала ну классно же идем дальше по городу портсмасс смотрите по сторонам а изучайте город а я буду вам рассказывать дальше вопросы где я живу сейчас если я продала свою недвижимость значит так как оформление документов происходит очень долго то именно вот эти все два три месяца я прекрасно себе еще живу в своей проданной квартире ну и вообще понимаете отказаться я конечно всегда могу от сделки если я эту сделку нарушаю то я беру на себя ответственность и я должна буду заплатить неустойку покупателю например в данным а это будет где-то полторы тысячи фунтов стерлингов ни много ни мало ну если уже на самом деле какая-то форсмажорная ситуация то можно отказаться от сделки конечно же ничего не смертельно вот но на данный момент все идет как идет и все идет нормально друзья я вам еще хочу рассказать ту квартиру в шанклине про которую я вам показала видео мое прошлое и квартира в общем-то мне понравилась неплохая в которой 25 лет жил мужчина вдовец помните да но кто не помнит опять ссылочка сейчас всплывет вам в верхнем углу так вот что вы думаете я стала дергаться что же мне делать покупать не покупать да как же так но потом думаю нет все таки наверное я сделаю предложение напишу риэлтору что я хочу поговорить посмотреть еще раз и возможно я остановлюсь на этой квартире в шанклине я ее куплю но и что вы думаете я созваниваюсь со своим риэлтором и говорю что вот так и так я хочу купить квартиру в шанклине мое предложение давайте потому что я тороплюсь но потому что вот я уже как бы продаю сейчас свою квартиру мне нужно срочно все это решать мне сказали хорошо хорошо да мы свяжемся с вашим риэлтором что вы думаете они связались с риэлтором и вчера в субботу мне пишут что ох вы знаете так ведь у вас деньги не на руках еще сейчас у вас оказывается еще идет процесс продажи и сколько времени продлится ваш процесс вот вы эти в течение месяца может быть двух придется ждать а продавец ждать не хочет не намеренно он хочет немедленно к дочке переехать поэтому извините но мы вам отказываем в вашем предложении представляете я вообще-то думала что сейчас я куплю эту квартиру потому что у меня же уже сделка вот она на носу оказывается не тут то было ну я конечно сначала вроде как под расстроилась а потом думаю да вы знаете наверное что не делается все к лучшему я сомневалась все таки эта квартира маловато и правильно мне сказали многие что на самом деле даже сдавать там что-то чтобы какую-то иметь дополнительную денежку у меня не получится очень маленькая квартирка и там конечно потолки просто висят на плечах у меня клаустрофобия и я представила себе как я буду там жить нет друзья не мое но и видите тут же и подтвердилась вся эта история что мне отказали а еще вы знаете у меня потом даже такое смутное сомнение появилось что они мне отказали может быть потому что я приезжая иностранка что и требовалось доказать понимаете какие они англичане они и улыбаются а думают они все равно свое вот может быть я не права конечно тут но факт остается фактом мне отказали покупки квартиры в шанклине так что друзья уже мне даже и голову ломать не приходится по этому поводу а я показываю вам один из корпусов университета в портсмасе вот по-моему это как раз главный корпус и дальше там мы видим еще один корпус вдалеке я хожу по городку студенческому сейчас вот именно портсмасского университета это совсем совсем недалеко от центра и совсем недалеко от того места в котором я себе смотрю квартиры ну вот видите вот здесь вот их парковка велосипедная так выглядит обычно студенты предпочитают ездить на велосипеде это как раз транспорт студентов и здесь большом городе они они мотаются сплошь на велосипедах ну а я покажу вам еще две квартиры которые я посмотрела здесь в портсмасе я их сразу вам не успела выложить потому что будет слишком много и сейчас хочу показать еще две квартиры вот кстати вот этот дом показываю вам опять в самом центре красивый вы видели издалека я вам его тоже показывала вот такой вот угловой здесь викторианский огромный дом в центре я не помню как он называется но его практически знают все в городе и и в этом доме тоже продаются несколько квартир в настоящий момент квартира угловая вот там слева окно это входная дверь квартира тоже недалеко от центра портсмаса квартира стоит сто двадцать тысяч фунтов озвучиваю вам сразу потому что спрашивают цены вот видите вот это вот как раз угловая квартира это угловая sitting room выходит на центральные улицы тоже очень шумно из этой sitting room соединение с кухней видите кухня небольшая но вполне приличная нормальная то есть получается как бы они соединенные kitchen sitting room и еще здесь есть спальня сейчас покажу вам спальню вот такая вот тоже выходит в эту же сторону тоже шумно спаленка совсем маленькая по моему 9 метров квадратных это обычные такие малюсенькие квартирки здесь в Великобритании в основном сто двадцать тысяч вот видите тоже здесь выходит на центральную улицу вот здесь бойлер показывает она мне бойлер почему-то установлен и горячая вода нагревается в этой емкости бойлер в спальне а это ванная комната не успеваю озвучивать вам все очень быстро ванная комната отремонтирована вообще квартира отремонтирована как вы видите вроде все неплохо но и цена сто двадцать тысяч друзья за вот такую малюсенькую однушку это очень очень много и меня смущает то что она на углу на самом верху на третьем этаже кто его знает может быть холодная это такой общий выход точно так же тут какой-то вроде коридорчик и с лестница вниз лестницы все очень узкие очень крутые ступеньки мне кажется так даже тяжело и карабкаться на третий этаж ну в общем я конечно показала вам эту квартиру но она мне сказать по правде не приглянулась ну и особенно цена сто двадцать тысяч все таки не для меня и еще одну квартиру вам сегодня хочу показать вот в этом доме вот где лестница видите железная сейчас мы ее посмотрим вернее она не железная но вот такая вот вход как обычно очень не смотрится хорошо но все таки квартира студия стоит сто тысяч вот из большущей комнаты туда кухня и все окна старые окна с одним стеклом в общем та же самая история как в моей квартире существующей видите камин здесь электрический и электрические батареи точно так же нагревается покажу вам дальше огромным котлом горячая вода горячая вода только в кухне здесь горячая вода вот видите таким малюсеньким опять нагревательным прибором на стенке висит еще проблема с этой квартирой то что вот эти все старые окна если вам видно и рамы старые деревянные их поменять невозможно я вот спросила вот этот танк я вам показываю танк называется вот такая огромная огромная емкость для обогрева воды но точно такая же история как в моей существующей квартире комната огромная но она одна видите вот поэтому ну тут опять как говорится менять шило на мыло опять в такой же холодной квартире потому что у меня то двойное остекление а здесь вообще одинарное вот я обращаю ваше внимание еще раз видите очень тоненькие старые рамы и сказали что разрешение не получить на то чтобы менять эти рамы потому что англичане не хотят менять облик этих старых домов ну вот кухня вроде неплохая но все очень очень примитивно ну и то что нет отопления опять получается шило на мыло друзья две квартиры мы с вами уже посмотрели и сейчас если вы еще не устали то я вам покажу третью квартиру представляете я бегаю это вообще у меня только пятки сверкают бегаю 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 ищу но не знаю пока время еще есть и так давайте посмотрим третью квартиру это квартира на третьем этаже тоже высоко еле вскарабкалась квартира стоит девяносто пять тысяч посмотрите красивый конечно вид у нее на пролив солонт в тихом месте находится квартира но опять рамы старые не поменяешь потому что вид нельзя менять здесь такой же камин как у меня и история точно такая же с отоплением отопление электрическое отопление бойлерного нет вот получается кухня совмещенная с ситин рум как здесь у них обычно вроде бы такая неплохая квартирка вот туалет и еще спальня спальня довольно вместительная большая все смотрится неплохо высокие потолки наверное все таки эта квартира мне больше напоминает мою в которой я сейчас живу но она поменьше и у нее старые старые рамы деревянные все потресканные и поэтому тут будет еще холоднее с вот этими электрическими обогревателями которые очень дорого стоят и опять все то же самое ну вот решать конечно на пять тысяч дешевле чем моя квартира вот туалет как обычно совмещенный с ванной комнатой здесь вообще вы видите душ опять нагреватель на стенке и ванная сидячая малюсенькая при малюсенькая что можно сказать друзья я не знаю получается что мы опять смотрим и видим такой же бак нагревается электричеством бак на стенке и третий этаж очень трудно карабкаться по вот этим вот крутым ступенькам не устали еще друзья от просмотров ну я показываю вам специально потому что знаю что многим интересно посмотреть какое все таки жилье в Англии ну и потом еще конечно же я смотрю квартиры в зависимости от своего бюджета мой бюджет сто тысяч фунтов это значит я не могу от него никуда отойти я бы и хотела конечно жить во дворце но получается то что мне предлагается я вам и показываю за такую цену друзья если есть какие-то вопросы я вот думаю может быть нам с вами сейчас сделать стрим и поговорить просто непосредственно потому что мне многие многие дают советы многие предлагают я конечно же прислушиваюсь и конечно же я буду делать выводы конечно решать мне где как дальше мне жить что мне делать дальше со своей жизнью но я с удовольствием друзья рада всем вашим рекомендациям прислушиваюсь к вашим советам как я уже сказала и вместе мы победим но по сарам вот а в следующем видео своем я вам дальше покажу город портсмут огромный город у меня спросили почему я именно остановилась на этом городе ну во-первых потому что самый близкий он вы же понимаете а во-вторых сейчас я попыталась уехать туда на куда-то на север посмотреть там квартиры но сейчас не получается карантин автобусы не ходят а по железной дороге очень-очень дорого добираться поэтому пока я сижу на попе ровно смотрю только портсмут ну и может быть что-то мне предложат еще на моем острове хотя вы знаете уже как говорится трамвай мой пошел с горки и я наверное буду с острова двигаться вот так сегодня друзья мы с вами воскресная прогулка пишите что вы думаете по поводу новой недвижимости которую я вам показала время у меня еще есть смотрим общаемся и найдем все-таки я надеюсь квартиру для меня с вашей и с божьей помощью я буду перемещаться дальше а на этом я желаю вам всего хорошего увидимся пока-пока